Участники 4-го педагогического слёта делают первые шаги в робототехнике, подобно ученикам начальной школы. Открытые уроки и мастер-классы, обязательные составляющие встречи преподавателей, которые в разное время выступали в районном конкурсе «Учитель года». Среди тех, кто сегодня собрался в актовом зале 12-й школы, победители и лауреаты конкурса, а также его будущие участники. В этом году проявить свои знания и умения в профессиональном состязании решили 30 педагогов. Конкурсов профессиональных в настоящее время достаточно много. Сейчас в районе уже начался и идёт конкурс «Дошкольный педагог района». Сейчас уже начался конкурс и прошёл первый этап замечательного, нового, интересного конкурса «Педагогический дебют». И молодые люди готовятся к своему следующему этапу, где они покажут нам урок. И вот-вот мы стоим с вами на пороге нового нашего следующего конкурса. Это «Учитель года». Здесь сегодня присутствует большинство его участников. Обмен опытом и знаниями, поиск совместных решений в различных образовательных аспектах. Педагогический слёт – это всегда интересно и полезно. В первую очередь для тех учителей, которые стремятся быть лучшими в профессии. Участники слёта смогли посетить несколько открытых уроков по литературе, физике, английскому языку, истории. Преподаватель Старогородковской средней общеобразовательной школы Алена Лобова провела для своих коллег занятия по биологии. Что очень тоже важно, это, конечно, посмотреть на других, понять, какие новшества есть, может у кого-то какие-то изюминки, подсмотреть, перенять, чтобы последствия использовать и расти дальше. За четыре года проведения педагогических слётов успели посетить свыше ста педагогов. В этом году секретами профессионального мастерства с будущими участниками районного конкурса «Учитель года» делились его лауреаты. Ольга Кузьмина – победитель районного этапа прошлого года. Иван Димов – также лауреат конкурса. Необычный мастер-класс на тему развития рефлексивного мышления представил Валерий Морозов – заслуженный учитель России, преподаватель физкультуры Осаковской школы. Насколько успешным и продуктивным окажется слёт для его участников, покажет конкурс профессионального мастерства, который стартует совсем скоро.